всем доброе утро так я на завтраке у нас хлеб закончился тостовый поэтому сегодня скорее всего буду делать хлебушек так что кто не подписан быстренько подписывайтесь чтобы узнать что же это за хлеб очень вкусный тостовый сделав тесто в полтора раза больше чтобы на пирожки хватило еще я сегодня сейчас поеду в русский магазин мне уже девочка кристина все приготовит я прям заберу пакеты и назад кое-что заказываю на той неделе не поехали хотела на той неделе но было очень много контроля всего делов поэтому не поехала а вот сегодня на этой неделе хочу поехать патчи положила там кое-что в общем побаловать себя к пасхе скажем так так кофе продукты кое-какие наши русские я чуха поеду в общем все вам покажу что я куплю поэтому вот так сейчас погоду похожу машина вроде бы хороших хотя обещали дожди 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 не дожди завтракаем и в путь дорожку фронтовую я приехала в русский магазин друзья немножко нервака дома расскажу чё почем море дайте понюхать хоть он ну так пахнет а я в маске стою снял а я боже какая вкуснятина как-то так немного вам то вот магазин крестинин напротив тут вот крест пальму некор так что все пошла за продуктами а то меня там полиция ждет я приехала домой русский съездила в русский в общем потом расскажу как доехал как приехала купила семечки вот такие не знаю хорошие не хорошие посмотрим оборожаю сырки глазированные они заморожены сейчас в морозилку положу здесь по-моему не знаю сколько штук в общем морская капуста это тоже моя любовь что-то маленькая такая ну ладно а вот я зачем ездила я ездила за облепихой чтобы делать себе чай вкусный привкусный чай теперь у меня есть облепиха она у нас вот 450 грамм 580 стоит и вот такое птичье молоко там много было разных птичьего молока скажем так я обожаю птичье молоко торт вообще я один раз сама делала ну что-то он пошло не так и он у меня не получился и вот мужу купила пиво я еще привезла продукты подругам своим вот мы встретились там около алька по его ли мне передала творог она говорит сама делала представляете какие мы девчонки рукодельницы нету сами сделаем проблему нашли вот не говорю на такие поговорили с ней на расстоянии ухты она даже в баночку от от такого этого смотрите ухты и надо у нее рецепт спросить прям настоящий такой нежный но обалдеть и пахнет вкусно я не люблю йогурт и не люблю всякие там это но я обожаю все творожное и обожаю творог творожные сырки в общем все творожное я обожаю поэтому сейчас облепиваю спрячу в морозилку и на сегодня сделаю себе чай с облепихой так а сырки надо еще распихать тоже заморозку потому что я их сразу все не съем один в день и то или в два дня и буду готовить кушать время у нас а так время еще рано время около 12 какой кушать переодеваться пойду так друзья пока у меня есть время для до обеда я решила с готовить приготовить хлеб для толстов он обалденно вкусный помните и тесто для пирожков этого одну 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 два в одном очень вкусно сейчас вам поделюсь с вами рецептом я буду делать на полтора чтобы побольше было всего тесто осталось в общем а вам скажу на одну порцию в общем для хлеба нам понадобится 500 грамм муки 10 грамм соли я уже ее сюда высыпала 10 грамм сахара 20 грамм дрожжей вот такие вот живые как я их люблю вот так вот такая у них субстанция скажем таки классный 20 грамм дрожжей вот таких 40 грамм сливочного масла 250 грамм воды и одно одно яйцо что я делаю я подогреваю воду для того чтобы сделать опару подогреваю воду и сыплю туда весь сахар и еще закину потом мы сейчас подогреем воду все по порядку как говорится подогрела воду прямо такая знаете более чем теплая не комнатная температура прям ну не горячая добавлю сюда пару ложек муки перемешаю и добавлю дрожжи все дрожжи чтобы они начали жениться я вы знаете я с тестом таким дрожжевым никогда не дружила а тут попробовала она получается нереально классная и ничего сложного я в этом не увидела в общем готовим опару накрываю вот пленочкой и пускай она там бродит где-то полчаса ну чтоб для появления шапки такой своеобразный дрожжевой просто для теста вам нужно очень много времени времени мне раньше никогда не хватало то есть меня был там час ну два не было а сейчас у меня времени до хрена поэтому делаем хлеб накрываю пленочкой и пускай они стоят а тем временем я буду делать лапшу из другого теста который мне осталось от пельменей достал уже агрегат сейчас немного посыплю кстати я его никогда не мою потому что если помоешь воду то там оттуда вот не выковыришь ничего и потом какие-нибудь образуют образуются комки или там еще что-то в общем я не мою мне кажется так своеобразнее тем более мука она и в африке мука вот так вот протру сухой тряпкой и нормально и прошло где-то минут 15 смотрите какая шапка в общем я сейчас нужно замешивать тесто ну тесто вы все умеете замешивать совмещать все ингредиенты и замешивать ничего сложного в этом нету тем более у меня робот есть смотрите какое шикарное тесто получается сейчас мы его отправляем где-то на час отдыхать чтобы она поднималась полтора раза вот обычно я делают прям тут но так как я делаю полторашную порцию то переложу вот в стеклянный болт такой чтобы она там отдыхала и набиралось сил а теплое место у меня в духовке разогреваю где-то градусов на 50-40 и отправляю тесто туда духовку и там она у меня подходит у нас дождик погода плохая погода припарковала сейчас вот сюда а вот там муж говорит он как раз там наверху был паркусе в другом месте завтра же уже надо будет машины переставлять у нас одна половина первая половина месяца паркуется здесь вторая половина месяца паркуется на той стороне ну чтобы соседям не было чтобы соседи у каждого соседа была машина скажем так припаркована а вот та улица паркует всегда на одной стороне на этой вот я туда прям парковалась дождик хотя 20 градусов на улице нормально что я тут кашеварю в общем это чеснок обжариваю его нут помните варила с бульоном так вот немного обжариваю чеснок добавляю и обжариваю нут с чесноком можно добавить специи какие хотите можно не добавлять обожаю я добавила паприку и специи и теперь шпинат шпината много не бывает он сейчас все равно весь сдуется накрою крышкой чтобы сдулся а тут у меня уже варится нагревается бульон чтобы опустить туда лапшу лапшу совсем лапшу и будет вот такой у нас обед сейчас покажу что получится с нутом смотрите шпинат сдувается на глазах я раньше отваривала потом не увидела смысл а потому что он и так видите его почти нету буквально две минуты и все он сдулся и блюдо буквально готово я сейчас еще пожарю два яйца чтобы уж не совсем вегетарианская еда получилась и вот так вот вкусняшка будет у нас пробуем на соль смотрите сколько шпината мало можно было бы еще добавить все блюдо готово быстро просто можно даже из банки нут добавлять можно чуть посолить такая вкуснятина вот такой у нас обед всем приятного аппетита это моя лапшичка смотрите какая смотрите тесто поднялось наверное раза в три теперь мы его так вот сделаем вот так вот сделаем чем-нибудь так вот и 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 на стол. Не очень удобно, конечно, это делать. Ммм, тесто шикарное, шикардос. Я третью часть оставляю на пирожки, а вот этот, вот так его делаю и в форму кладу. У меня форма есть и вот так кладу форму. И чтобы этот часок еще где-то поднималось. Так, а это убираю в холодильник до завтра. Смотрите, как поднялся. Отправляю в духовку. Моя духовка 180 градусов 40 минут. Вообще написано 200 градусов 40 минут. Но для моей духовки 180 нормально. За 200 градусов он поджарится сильно. Так что отправляем хлебушек в духовку. Вот такой хлеб получился. Это немножко, видите, от духовки вот где проходят. В общем, он высокий получился. И вот, ну ничего страшного. Вот такой внутри. Нереально вкусный. Нам-нам. А завтра еще будут пирожки с картошкой. Пипец. У нас тут авария произошла. Поднимаюсь я, чтобы здесь заниматься. Повесить сюда свой планшет. Тут у меня другой сидушка стояла вон там. И задеваю эту сидушку. И меня, короче, обливает струей воды. Кран сорвался, представляете. И прямо на меня. Я была в пижаме. Вот. Быстрее бегом вниз. Кричу. Где вода выключается? Муж по телефону с кем-то базарил. Подожди, подожди. Кого ты там? Я такой, что? Где? Я говорю, вода где выключается? Сейчас я вам повернусь сюда. Чтоб красиво было. А зачем? Я говорю, в смысле зачем? Говорю, у меня там наводнение. Перекрыли воду. Представляете, кран как прям отвалился и все. А у меня к этому крану машинка внизу пришпандорина. И че ты бежишь? И че ты бежишь? И че ты бежишь? Вот так вот. Вот так вот. Да ты, мамка, че ты без меня разговариваешь? Не понял, да? Скажи, не понял. А че без меня? Так. И вот, быстрее бегом. Надо теперь кран объехать покупать. Муж радостный. Потому что он говорит, у меня есть повод выбраться на улицу. Вот. Представляете, как прям струя такая. Ох, я быстрее бегом. Не пойму, че, где выключать воду. Кошмар. В общем, сейчас расскажу вам, как я сегодня доехала до Дальмунекора. Я много раз говорила, что этот город перекрыт. Вообще, некоторые города перекрыты. Туда, ну, везде стоят полицейские патрули. Патрули, так называется, по-моему. Ну, на той неделе у нас был праздник, Святая неделя, Симона Санта. Было очень много. Там вообще стояли патрули, никуда никого не пускали. Прямо на въезде в город. И я в русский магазин не поехала. Я уже туда три недели собиралась. И говорю, не, я не поеду, ну, его нафиг. Потом мы договорились, что вроде бы на этой неделе съездим. Вот я вчера съездила на разведку в магазин. Все было нормально. Позвонила девочке, говорю, все, я к тебе приеду, ты мне собери, все, я заберу пакетик и быстрее уеду. И вот сегодня на свой страх и риск боялась сильно, конечно. Потому что штрафы огромные у нас тут лепят. Но, знаете, за продуктами можно ехать. И раньше, то есть там, как говорили, в ближайший магазин. Сейчас по нужде, что ли, скажем так. В общем, я еду за грузовичком, такая пристроилась. Думаю, вдруг, и гляжу, стоит патруль. Останавливают всех, значит. Сердце ушло в пятки. Меня никогда, вот за сколько лет я вожу машину, меня ни разу не останавливали полицейские. Вот, поэтому мне как бы страшно, да. Я не знаю, как, как, что они говорят, как они говорят. В общем, грузовичка они пропустили, меня нет. Меня остановил полицейский. Я приоткрыла ему окошко. Я без перчаток была, потому что без маски в машине. Зачем? Он такой говорит, куда едете? Ну, представился. Куда едете? Я говорю, покупать за продуктами. Он такой, откуда? Я говорю, смотрели. А у нас между Матрилем и Мальмунекором километров 20. Он такой, ну, меня посмотрел, типа, из Матриля? Я говорю, да. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, я говорю, еду за русскими продуктами. А у вас что там нету? Я говорю, нету. Он такой, а, ну ладно, ваши документы можно посмотреть? Я говорю, конечно. Дала ему свои документы. Не водительские права, а именно вот свои документы. Ну, паспорт, наверное, по-русски. У нас такая карточка. Он посмотрел, все изучил. Потому что, знаете, многие говорят, смотрели. А может быть, они едут с Мадрида или еще откуда-то. Вот. И таким образом врут. И если я бы, я бы сказала, ну, понятно, да. Он изучил, говорит, будьте аккуратнее и попросите чек у продавца, чтобы... Потому что вдруг мы вас остановим на обратном пути. Любезный такой полицейский. Вот. Вдруг мы вас остановим на обратном пути, чтобы у вас был чек. Я говорю, да, конечно, нет проблем. Я говорю, я говорю, туда и сюда 15 минут. И мы с вами снова встретимся. И все. И все. Без проблем, конечно. Ну, и у меня сердце было на 150. Потому что я говорю, не из-за того, что там что-то как-то... Такой прям любезный этот полицейский. И все. Я доехала до Кристины. Вот. Посмотрела на море 2 минуты. Забрала свои продукты и уехала... Свои и моих подруг. И уехала обратно. Обратно, когда ехала, уже никого не было. Поэтому они уже уехали. Эх. А я приготовилась опять разговаривать с ними. Самое... Знаете, что я заметила? Что полицейский стоял в самодельной... Ну, не в самодельной. В общем, в маске красивой такой. Знаете? Не такие вот, как медицинские. А в какой-то красивой маске стоял. И когда мы встретились у Ольгампа с подругой Ольгой. Она говорит, что ее тоже остановили. Но уже в Матриле. В нашем городе, где я живу. Тоже спросили. Она живет за городом. И говорит, откуда едешь? Все туда. Она говорит, мои документы даже сфотографировали. Вот так, представляете? Такие вот у меня приключения были. Ой, страшно было. Невозможно. Но сейчас этот случай с водой все у меня перекрыл. Вот так вот. У нас все города закрыты. Это вам не хухры-мухры какая-то там. А все серьезно. Штрафы лепят. Ого-го какие. А я пошла сумму танцевать. Моя лапа лезет. Там загорает. Да, да. В общем, пошла. Уже, наверное, подключилась. Все грязно. Я надела шорты, потому что у нас очень тепло. Буду подключаться и танцевать. Сейчас шесть уже очень жарко на крыше. Ну ничего, прорвемся. Это вам не дождик. У CNN. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горы посуды вымыты, но не я, муж помыл. Так как я хлеб пекла, все ему складывала, складывала, в общем, да. Уже поздно, смотрите, я намыла клубники, сейчас поем клубнику, и все. И в душ пойду, и все, в общем. Короче, день закончен, уже время полдесятого, а я все еще кручусь, верчусь. Повесила белье на улице у нас, знаете, как классно, как будто, вот помню, в России. Летом, лето, зиму, вот наступилось, июнь, наверное, вот так вот. И спускалась ночь, и прям так классно. У нас в деревне у нас скамейка была, мы там садились, бабушка с соседками, и вот они там лясы точили. А я была маленькая, все слушала, мне было все интересно. И вот помню, прям точно так же птички пели, пока я белье вешала. Птички пели, так же вот такой ветерок, такой был, в общем, классный. Мне навеяли воспоминания. Буду с вами прощаться до завтра. Вот. Встретимся с вами завтра. Всего самого наилучшего. Будьте здоровы, берегите себя. И всем пока-пока.